Добрый день, главкоголожаемые председатели конференции, жюри, преподаватели, гости, участники. Позвольте представить вашему вниманию доклад на тему особенностей получения мерицитрины из коры ореха черного, обладающего нейротропной активностью. На настоящее время поиск новых видов лекарственного растительного сырья, обладающего высоким содержанием биологически активных соединений и достаточной фармакологической активности является актуальным направлением в фармации. Как известно, лекарственные растения видов рода орех семейства югландация обладают указанными особенностями, а следовательно, являются перспективными видами официального лекарственного растительного сырья. Председатели рода орех являются также потенциальными источниками важного класса биологически активных соединений, а именно нафтохинонов. В рамках комплексного фармакогностического изучения нами исследовалась кора ореха черного как потенциальный источник биологически активных соединений наряду с другими видами сырья. Проведенные ранние исследования показали, что кора ореха черного содержит кроме различных производных нафтохинона, являющихся ведущей группой биологически активных соединений, и другие химические вещества, в том числе флавоноиды, которые могут вносить существенный вклад в фармакологическое действие. Кроме того, установлено, что доминирующим диагностически значимым соединением является флавоноид мерицитрин, мерицитин-3О-альфа-Л-равноперанозит, для которого выявлены противовоспалительное, антиноцицептивное и нейротропное действия. Следовательно, лекарственное растительное сырье кора ореха черного представляет интерес в плане выявления фармакологической активности и создания фитопрепаратов. В данной работе нами рассматриваются особенности получения мерицитрина из коры ореха черного, обладающего нейротропной активностью, и в перспективе используемого для лечения тревожных состояний. Задачи, представленные на слайде, позвольте на них не останавливаться. В качестве объекта исследования выступала кора ореха черного. Образцы были собраны в период сокодвижения в апреле 2020 году в Ботаническом саду Самарского университета. Выделение индивидуальных веществ из коры ореха черного проводились с использованием колоночной хроматографии на телекагеле L40x100 в условиях градиентного иллюирования смесью растворителей хлороформа и танова в различных соотношениях. Идентификацию мерицитрины проводили с помощью ультрафиолетовой спектрофотометрии, 1HEMR, 13CEMR спектроскопии, масс-спектрометрии. Для мерицитрины спектры 1HEMR получали на приборе Брукер AM300, спектры 13CEMR на приборе Брукер DRX300, а масс-спектры снимали на спектрометре Кратес MS30. В результате выявления особенностей выделения индивидуального соединения мерицитрина из лекарственного растительного сырья коры ореха черного была установлена оптимальная схема получения указанного вещества. Измельченное воздушно-сухое сырье коры ореха черного 100 г экстрагирует 70% метиловым спиртом в соотношении 1 к 5 до полного истощения сырья методом дробной мацерации. Полученное объединенное водно-спиртовое извлечение упаривают на роторно-вакуумной установке до густого экстракта, который затем смешивают с 70 г силикагеля или 40 на 100, высушивают и вносят на колонку, заполненную силикагелем в виде взвеси в хлороформе. При этом хроматографическую колонку также промывают хлороформом примерно около 500 мл и далее смесью хлороформ и этиловый спирт 96% в различных соотношениях примерно 6,5 литров. При этом целевое вещество иллюирует смесью хлороформ и этиловый спирт в соотношении 60 на 40, около 1 литра. Проводит контроль за разделением веществ. Иллюаты, содержащие мерицитрин, объединяют, упаривают до 5 мл, получая осадок. Полученный осадок после отделения от маточного раствора представляет собой готовый продукт – мерицитрин с выходом 1,7%, имеющий степень частоты 99,5%. Соответственно, контроль за разделением веществ при этом осуществляют методом тонкотлойной хроматографии в системе растворителя хлороформ, спирт и тиловый 1,6% вода 26,16,3. Хроматограмма анализа фракции с мерицитрином представлены на слайде. Полученные доминирующие вещества с величиной РФ-04 в дальнейшем идентифицировались с помощью ультрафиолетовой спектрофотометрии, 1-H-ЕМР, 13-C-ЕМР спектроскопии и масс-спектрометрии. При этом мерицитрин, как указывалось выше, был идентифицирован с помощью указанных методов, как мерицитин 3-О-Альфа-Л равноперанозит, а его агликон мерицитин имеет строение 3,5-7, 3-штрих, 4-штрих, 5-штрих, гексогидроксифлавон. Далее проводилось исследование нейротропной активности на белых беспородных крысах обоего пола массой 200-220 г. Животные содержались в условиях февария на обычном рационе при свободном доступе к воде. Крысы были разделены на две группы – контрольную и опытную. Каждая группа состояла из 10 животных. Исследуемый препарат мерицитрин вводили внутрижелудочно через он в дозе 5 мг на кг. Контролем служила вода очищенная. Препарат вводили однократно на фоне аналогичной водной нагрузки. При этом через час после введения препарата проводили эксперимент. Исследования нейротропной активности проводили с использованием теста Парсолт. При этом в течение 5 минут фиксировали индивидуальное время активных попыток животных выбраться из воды. Полученные данные обрабатывались статистически по критерию мановитни. При этом результаты исследования влияния на двигательную активность критерии по методике Парсолта представлены в таблице на слайде. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 3ОαL равноперанозит мерицитина в дозе 5 мг на кг при однократном внутрежелудочном введении способствовало понижению двигательной активности животных в опытной группе на 46% по отношению к водному контролю. Выводы представлены на слайде. Позвольте на них не останавливаться, но подвести итоги. Таким образом, разработанный способ получения мерицитрина 3ОαL равноперанозит мерицитина позволяет получать высокий выход вещества, выше указанного уже. Предложенная схема не является трудоемкой, поскольку включает однократную хроматографическую очистку на силикогеле с использованием элюента, представляющую собой смесь двух растворителей, соответственно, хлороформа и спиртитилового. Целевой продукт мерицитрин, полученный по указанной схеме, обладает нейротропной активностью. Благодарю всех за внимание!